Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу рассказать немножечко о тех изменениях, которые пришли по модельному портфелю. Недавно мне пришла рекомендация. Модельный портфель доходный был обновлен 29.03.2019. Рекомендуем обновить ваш портфель в личном кабинете. Давайте посмотрим, что рекомендуют. Ну и вообще на динамику модельного портфеля. Вот сейчас он выглядит вот так. Посмотрите, что произошло с модельным портфелем. У меня иногда спрашивают, почему я не рассказываю про него. Ну, в принципе, там ничего не меняется, поэтому рассказывать-то особенно нечего. В смысле, по инвестициям, по акциям. Вот, поэтому, в общем-то, я о нем и не особенно касался. Вот, посмотрите, вот такая динамика. У нас 18-й год. Ну, посмотрите, вот, если с апреля считать, то он сильно вырос. Ну, если считать не с апреля, то, в общем-то, рост незначительный. Все зависит от того, когда открылся модельный портфель. Но если вы открыли его, ну, скажем, в 17-м году, то понимаете, что рост вполне себе существенный и различимый. Поэтому самое главное здесь не торопиться просто. Чем хорош модельный портфель? Тем, что мы не задумываемся о том, какие акции, мы не смотрим. Просто мы следуем рекомендациям, и они, в принципе, портфель растет. А насколько растет? У каждого свой, потому что у каждого своя точка входа. Если у кого-то вот здесь точка входа, то она здесь. Если у кого-то здесь точка входа, то здесь. А у кого-то, может быть, вот здесь точка входа, да, он временно падает. Это вполне реально. И более того, если мы когда-то вкладываемся, то очень вероятно, что он в первые минуты, так сказать, ну, в первые дни будет идти в минус. Здесь, например, вложились, или здесь вложились, или здесь. Очень редко можно поймать такой момент, когда мы вкладываемся, и портфель пошел сразу в рост. Естественно, сразу он, скорее всего, будет не в рост, но, так сказать, по прошествии времени он будет стабильно в плюсе, поэтому я его рекомендую. Итак, что по текущему моменту? Первый весенний месяц на российском фондовом рынке получился вялым и безидейным. Даже обнародованный доклад Мюллера, в котором российский след вмешательства выбора США оказался крайне неочевидным, а также мягкая риторика ЦБ РФ, допустившего возможность снижения ставки. Ну, что будет, опять же, о чем говорить? Снижение ставки. О том, что кредиты подешевеют, и ставки по депозитам также снизятся. Они снижаются, ставки по депозитам снижаются. Вот. Возможно, снижение ставок уже в текущем году не смогли расшевелить котировки. То есть, пока слабенько все. В результате за отчетный период рублевый индекс Мосбиржи прибавил скромные 0,5%, то есть практически не вырос, тогда как долларовый индекс подрос на 0,8%. Рубль укрепился. Портфель доходный в марте продемонстрировал негативную динамику, потеряв за месяц 2,3%, серьезно уступив к своему бенчмарку индексу Мосбиржи. Такой слабый результат был целиком и полностью обусловлен разочаровывающей динамикой акции Распадской. Распадская упала на 15%, потому что они снова приняли решение отложить выплату дивидендов. Несмотря на очень хорошие экономические показатели. В конце марта мы провели небольшую ребалансировку в портфеле доходной и, соответственно, вот эта рекомендация касалась следующего. Акции Мечила рекомендовали продать. Я их продал у себя в портфеле. Акции Мечила были заменены на бумаги Русал. Я их купил через терминал, чтобы было более выгодные условия. У меня это получилось. Вес префов Сургутнефтегаза был сокращен на треть. Сургутнефтегаз очень хороший рост дал. И немножечко на одну треть мы пакет продали, потому что зафиксировали прибыль по этой трети. В результате доля на конец кэша, на конец месяца доля кэша составила порядка 15%. Но я заметил, что аналитик рекомендует в кэше держать в районе 15% постоянно для того, чтобы как-то чутко реагировать на быстрые изменения. Но почему-то не всегда получается. Например, прозевали рост ленты. Как-то так. Вот посмотрите, какая динамика. Портфель доходный красный. Вот он снижался. Так что вот такая динамика. Синенький – это индекс Мосбиржи. Вы видите, красненький – это портфель доходный. Портфель доходный. Как я уже сказал, из-за распадской слегка опустился. Вот структура портфеля. Сейчас я показываю вам. Я ничего от вас не скрываю. Вот такая структура портфеля. Значит, смотрите. Сургут, нефтегаз, префы по-прежнему 12%. Ну, потому что он сильно вырос, и его доля выросла. Сократили долю немножечко. Дальше по объему, по доле Ленэнерго привилегированные акции ждем. Пока они, насколько я понимаю, прибыли особо большой не принесли. Дальше по доле 10,5% распадская, вот которая упала. Соответственно, следующая доля – это АФК-система. Ждем. АФК-система обещают хорошие-хорошие дивиденды по отношению к вложению. И они, вы знаете, сейчас находятся на очень низких уровнях. То есть, как бы, мне кажется, хорошая позиция. Вот, дальше. Северсталь. А, Русал 10%. Ну, с Русалом вроде бы все хорошо. Там все восстанавливается. Дерипаска ушел, американцы пришли. Все там хорошо. Так, что у нас дальше? Северсталь. Все там тоже хорошо с этой компанией. Ну и, соответственно, Детский мир ждем. Роста. Он… Акции Детского мира внизу где-то. И, соответственно, есть все вероятности того, что вырастут. Ну и что там еще у нас? НЛ и Россия – это наша боль. Они сильно упали, так сказать, там они в убытках. Вырастут или нет когда-то, черт их знает, дай бог вернуть свое. Вот. И ТГК-1, ну, такая вот, ноль. На сегодня все о модельном портфеле. Я буду вас держать в курсе и дальше. Ну, так сказать, о модельном портфеле редко. Сейчас есть еще инвестиционные идеи. Я вот в ближайшее время сниму видео. И про инвестиционные идеи там другие по Уолл-стрит. Есть идея зафиксировать прибыль по China Biologic. Вот. И есть инвестиционная идея по Уолл-стрит. И есть еще одна инвестиционная идея очень интересная по валютной паре евро-доллар. Поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. До встречи. С вами был Демитков Юрий. До встречи.